всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life it's my life и сегодня наш влог посвящен детской клинике в которой наши дети обслуживаются так можно сказать куда мы вводим наших детей если что-то случилось что-то заболело что-то засморкалась закачивалась сашка покажись как дела скажи всем привет сашка наш сегодня приболел когда у тебя сопельки вчера начались да вчера у нас потекли сопельки мы начали подкашливать вот сегодня утром сашка проснулся очень больным горлышком он прямо заплакал сказал что горлышко очень болит не могу разговаривать да саш так был да и сразу кашель начинался и у нас была температура 37 и 1 как бы температура невысокая но в совокупности в общем все это привело к тому что мы не пошли в школу а поехали в поликлинику у нас мама сегодня работает поэтому мы ее завезли на работу и в 10 часов мы были в поликлинике сразу принять нас не смогли потому что была запись и нам сделали обойт на на 11 часов мы сгоняли домой приехали в поликлинику без 10 11 вот нас приняли буквально через пять минут но сам прием занял сам прием в общем мы вышли из поликлиники через час 15 то есть вот сейчас вот в 12 10 мы сели в машину и поехали вот почему прием такой длинный я сейчас сделаю вставочку вы посмотрите как это все проходит ну и добавлю что иногда прием проходит гораздо быстрее бывает в среднем где-то полчаса прием длиться потому что сначала приходит медсестра делает свою работу при том при потом приходит доктор опять же делает свою работу и уже говорит как лечиться вот быстрее обычно appointment проходит если не надо делать анализы если делают анализы то тогда время конечно затягивается потому что надо подождать результата анализа это вот как и было сегодня у сашки взяли мазок с горлышка пошли его сразу в лаборатории обработали и уже когда пришел доктор она уже сказала что она видит результаты анализа они такие-то посмотрела горлышка сказала что все правильно горло болит и результаты анализа верные ну вот поэтому получается наш визит затянулся где-то на час десять сегодня я хочу показать вам как выглядит кабинет врача где принимают деток педиатр значит если вот мы входим в эту дверь и вот так вот у нас по кругу получается очень маленький кабинетик он наверное где-то метров ну наверное 12 квадратных значит для пациента стоит вот такая кушетка на которую он сразу садится его могут потом положить если надо что-то пощупать посмотреть вот у доктора нету привычного стола у него стоит вот такой вот компьютер на подвесном столике значит перчатки трех размеров мусорка это диспенсер для бумажных полотенец салфетки умывальник санитайзер потом там стоят всякие палочки ватки чтобы горло ушки посмотреть это что здесь я даже не знаю не видел что они достают молодец сашка все объясню и вот с этой стороны значит здесь могут измерить давление посмотреть глазки и ушки специальными приборами ну и два стульчика для тех кто пришел с больным значит сразу доктор не приходит после того как вы прошли через фронт-деск если у вас есть appointment или вы были и вас сразу запустили в кабинет значит вас заводят в этот кабинет маленький таких кабинетов в поликлинике очень много и доктор сразу обслуживает несколько пациентов но как он обслуживает сначала приходит медсестра и берет у вас так сказать исходные данные первоначальную информацию что случилось что заболела как себя чувствует молодой человек сейчас немножко получше это хорошо в общем приходит медсестра со своей тележечкой у нее там есть опять же прибор для измерения давления прибор для измерения кислорода в крови всякие палочки чтобы посмотреть в горло измерить температуру она все это делает записывает свой листочек потом тут же вносит данные в компьютер и спрашивает что случилось какая цель нашего визита и потом она значит уходит говорит что надо подождать и через некоторое время приходит доктор доктор приходит смотрит в компьютер уже видит всю информацию переуточняет то что его интересует ну и дальше он уже делает свои дела там смотрит слушает и назначает лечение если надо какое-то лекарство доктор выписывает это лекарство рецепт на руки не дает не знаю как в других больницах может быть дают на руки нам рецепт не дают потому что в компьютере к делу каждого ребенка привязана аптека в которой мы обслуживаемся и рецепт сразу уходит в аптеку вот и потом когда прием заканчивается мы можем сразу поехать в аптеку она находится от поликлиники где-то в 20 минутах езды и пока мы доедем до аптеки уже лекарство готово его можно получить бывают такие случаи что из аптеки сообщают что ваше лекарство будет готово во столько-то и во столько-то и его можно приехать забрать это приходит эсэмс к из аптеки вот так вот собственно проходит процесс в поликлиники и скорее всего нам скажут прийти через день или через два на повторный осмотр и дадут бумажечку в школу типа справки почему не ходил потому что здесь очень важно в школу приносить справку ну собственно ее и беларуси тоже важно приносить вот такие дела вот так выглядит поликлиника то что мы хотели показать кстати если надо сделать анализы анализы делают прямо в этом же кабинете и уносит их в лабораторию и очень быстро в течение приема все анализы решаются значит вот точно так же было и сегодня медсестра взяла мазок с горлышко и сейчас мы в ожидании доктора доктор придет когда будет готов анализ но я думаю что нам понадобится подождать минуток десять ну вот собственно и все в итоге что я могу сказать нам сказали два дня не ходить в школу то есть сегодняшним это как бы три но сегодня считают значит получается среда четверг не ходим в пятницу мы идем в школу нам дали вот такую вот справочку для школы и результат похода к доктору это вот такая вот распечатка на листах формата а4 здесь внесены все данные о сегодняшнем визите все замеры которые у сашки сделали вес рост давление температура занесены результаты анализа написано много всякой другой информации которая касается нашего приема ну и как я вам уже рассказал доктор назначила нам лекарство она выписала нам амоксициклин никакого рецепта на руки мы не получали рецепт сразу пошел в нашу аптеку вот и мы с сашулькой сейчас поедем его заберем очень многие у нас спрашивают как выглядят те продукты которые мы покупаем но которые конечно в упаковке и сразу не видны как вы уже знаете сашулька наш сегодня заболел и поэтому у него немножко сбивается режим питания обычно в это время у них уже ланч и он даже уже прошел и перед ланчем вы еще бывает скушаете свои батончики там что-то такое да ну это знак дети какие в первом грейде и втором и в третьем и в четвертом и пятом они не имеют снэкс снэкс перекус такой да кушают только маленькие детки такой имеют потому что они все двигаются да вот ну и вот поэтому у сашки как-то сбивается режим питания мы пришли с поликлиники я спросил что сашка хочет есть он сказал макарошки с сосисками вот от макарошек я к сожалению пачку вам не покажу потому что эти макарошки были сварены сегодня утром и они были последние в пакетике и пакетик ушел в мусорку я его не достану вот это просто могу сказать вот такие вот макарончики бабочки это итальянские макарошки они из твердых сортов пшеницы наверное так будет правильно вот они не развариваются в хлам они такие достаточно упругие в общем дети у нас их очень любят и они бывают очень разной формы и сосисочки которые вы видите это вот эти вот сосисочки которые мы покупали в костка вы видели там коробка в ней по моему 12 или 18 банок вот в общем в этой баночке получается лежит 7 сосисочек ну и вот такой сашки манч он сейчас завалить эти сосиски ты любишь сосиски эти мне нравится больше маленькие сосиски чем большие да то есть вот те которые мы покупаем в сэм складе большие сашка не очень он любит вот эти вот баночки они немножко они более нежные да да и но если их брать вот так вот пожевать то те которые в большой упаковке они более тугие такие жесткие а эти сосисочки более нежные мягкие мы их называем детские все приятного аппетита мы теперь будем регулярно показывать то что бывает в упаковке доставать наружу и показывать каким она бывает когда сваренная или прямо из упаковки всем хорошего дня приятного аппетита спасибо что смотрите лекарством но план изменился потому что нашей маме сократили рабочий день сегодня поэтому мы погнали забрали маму вот и сейчас вот все вместе идем забирать в аптеку лекарства про аптеку мы расскажем немножко позже как здесь все устроено покажем и расскажем аптеке когда вы приходите вас встречает вот такая штука помогает вам подождать все кассиры в это время здороваются и говорят что да подождите пожалуйста мы рады что вы пришли вот и все стоят в этой линии ожидают а если вы приходите с рецептом вот нам рецепт послали в аптеку по электронке а некоторым дают на руки они идут вот тогда в тот отдел там оставляют свой рецепт оформляют и потом либо гуляют в аптеке некоторое время ожидают либо им говорят к скольки вернуться и они возвращаются за лекарством вот а там все эти люди что-то суетятся складывают лекарство в баночки потому что в оригинальных банках практически никогда не отдают ну очень редко но все иди сашка иди все маришка сашкой пошли забирать я могу пока просто показать пройти в день ряда зайка что не готовы короче система дала сбой и нам заказ почему-то не отдали сказали пройти вот туда где отдают рецепт пока наша мама стоит очереди мы с сашкой что делаем изучаем игрушки потому что в аптеке кроме лекарства можно купить еще и машинку да она очень-очень старая достань покажи покажи ее боком а сколько она стоит посмотрим что там на дне написано вот здесь написано не видно но я посмотрю вообще цена стоит 1299 но я думаю что это большая машинка дороже стоит короче машины бесценны может быть потому что они все стоят а может быть все поставили по 12 долларов еще вот это похоже это тоже старая да но они похожи чуть-чуть да смотрите как красавица с антенны но есть еще очень новые машины я найду новую ну что наша мама пошла уже а где наша мама вот и все ребята вот такой небольшой немножко грустный влог кушайте витамины не пейте холодного закаляйтесь берегите здоровье но мы будем лечиться всем хорошего дня и хорошего настроения вы были на канале наша жизнь в америке new life is my life не забывайте поставить колокольчик подписаться поделиться с друзьями в соц сетях и увидимся в новом влоге бай-бай